Приветствую вас. Давайте постараемся разобраться с тем, что вы написали. За пройденный жизненный этап в жизни случилось всякое предательство и измена физической и моральной насилия. Елена, у всего в жизни есть причины. Есть причины и у предательства, есть причины и у физического, и у морального насилия. Вы сейчас, на данный момент, этих причин очевидно не осознаете, не видите, не понимаете. Вы не понимаете, почему с вами произошло то, что произошло. Я не утверждаю данный аспект наверняка, потому что все ситуации ваши я, конечно, не знаю. Но совершенно очевидно, что у того, что с вами случилось, есть причины. Совершенно очевидно, что с этими причинами вы не знакомы. Вы либо не хотите в них разбираться, вы не хотите их признавать, либо вы отказываетесь в этом, это делать. Вот. Повторюсь еще раз. Повторюсь еще раз. Есть причины. Например, почему вы, допустим, позволяете. Ну, либо позволяете, либо позволяли, по отношению, допустим, к себе, физическое и моральное, как вы говорите, насилие. Да? То есть, почему вы позволяли вести себя так, точнее, с собой так. Вот. Ведь у этого же, очевидно, есть свои причины, и очевидно, у этого есть свои мотивы. И очевидно, что вы знаете эти мотивы, очевидно, что вы в курсе, вероятно, этих мотивов. Вот на это и нужно, в первую очередь, вам обратить свое внимание. Почему это произошло, какие есть, какие есть или были основания для того, чтобы это случилось, чтобы это стало возможным. Как такое стало возможным? Это, наверное, первое, что хочется вам сказать. То есть, для начала, простить, значит принять, принять, значит понять причины. И сместить акцент с себя, как это у вас, к примеру, происходит, очевидно, сейчас. Сместить акцент с себя на другого человека. То есть, признать, признаться и признать, что человек совершил то, что он совершил, не потому что вы были кем-то, не потому что вы были плохой. А потому что человек сам имеет какие-то определенные проблемы. И именно потому что у него есть какие-то определенные проблемы, он так, значит, себя и вел по этой причине. Когда же вы злитесь, когда же вы обижаетесь, когда вы говорите, что мне больно, мне больно, в этом случае вы принимаете на себя ту историю, ту ситуацию, которая имеет место быть. Хотя, на самом деле, к вам эта ситуация, как бы отношения, ну, не имеет. А если имеет, то весьма, весьма, ну, посредственную, посредственное отношение, отношение. Вот. Дальше. Получается, пишите вы, что внутри весь этот багаж обид, который я ношу с собой. Что такое обиды? Обиды, это, как правило, ожидания, определенные ожидания, ну, определенные завышенные часто ожидания, которые есть у, к примеру, вас. И, условно говоря, это понимание, некое представление о том, как должно быть. То есть, это некая такая вот, прямо установка, как ситуация должна, допустим, складываться. Вот. И самое интересное здесь, что вы одновременно и правы в этом, и в то же время нет. Вы правы в том, что у вас есть определенное представление о том, как все должно, допустим, быть. В этом, в этом смысле, в этом смысле с вами вряд ли вообще можно поспорить или что-то вам в этом смысле возразить. Потому что, ну, вы действительно имеете право думать и считать, что вот какие-то вещи, они должны быть такими. Но, если вы позволяете в отношении себя тому же мужчине, да, тому же мужчине, какие-то действия, то получается, что вы изменяете своим же собственным установкам. Если вы изменяете своим же собственным установкам, то возникает еще один момент, еще один важный, важный аспект. Если вы изменяете своим установкам, если вы их не защищаете, значит вы не несете ответственность за себя. Если вы не несете за себя ответственность, то отсюда и возникают как раз таки обиды. Потому что получается, что другой человек должен вам это все предоставлять. То есть обида это очень такое дерзкое чувство, обида это очень дерзкое чувство, чувство, когда другой должен обеспечить что-то вам. Вот. И обида это всегда поспорное желание вызвать чувство вины. А этим аспектом вины учились скорее всего в детстве. То есть, вместо того, чтобы выразить, допустим, человеку свое недовольство, не просто привлечь его, как вот вы описываете, да, что там, я что-то скажу и так далее. Нет, этого мало. Это вам мало. Нужно именно донести до человека, что вам больно, что вам плохо. Нужно именно донести до человека определенное ваше состояние, в том числе и состояние эмоциональное. Вот. И только если вы сделаете так, только если вы сделаете так, если вы будете говорить об этом, если вы будете обсуждать это снова и снова, если вы это будете обсуждать, дать столько, сколько вам нужно. Не с целью обвинить человека, это очень важный момент, не с целью обвинить человека, а именно с целью донести до него свою боль и получить обратную связь, да, на это, то обильно постепенно будет стихать, вот, но вместе с тем нужно работать и со своими ожиданиями и соответственности за них. Дальше вы пишите, вот вроде зла не держу, стараюсь верить, но что мир справедлив? Нет, мир не справедлив. Ответственность за происходящее я со мной несу, в первую очередь я сама, да, но это не так. В глубине души я понимаю, что не просил я не быть силы, потому что ответственность полностью на себя вы не взяли. А данная установка что мир справедлив и за происходящее я со мной не сперва, ответственность я сама является чисто рационализаторской. Так, я не могу принять некоторый опыт, ну вот, вы не можете принять некоторый опыт, почему, ведь он уже произошел с вами, а вы его не можете принять, только потому что считаете, что так быть не должно. Очень сложно простить, то есть сложно понять, сложно принять, сложно сместить акцент себя на другого человека, почему, потому что вам нужно чувствовать себя значимой, а значимой вероятнее всего вы себя не ощущаете. Можно просто отойти в сторону, но я не готов отказаться от этих людей, связанных с ними не только плохое. Да дело здесь не в том, что вы отойдете от кого-то, или вы не отойдете от кого-то, дело здесь не в этом. Точнее, не только, не только в этом. Вам совершенно не нужно полностью отходить от людей, вам желательно четкие границы обозначить, вот что вам желательно сделать. Знаете, какая-то штука. Но в них границы, четкие границы, и тогда проблем не будет. А так, границ нет, границ нет, вы позволяете по отношению к себе какие-то вещи, и, конечно, потом это имеет достаточно негативные последствия для вас. Вот. То есть у вас, видите, как вы из крайности в крайность здесь впадаете, да, то есть либо я вместе с человеком, либо я отхожу в сторону. Ну, почему, опять же, такие крайности, к чему, самое главное, такие крайности, если жизнь состоит из полимера? Вот. Отходить в сторону совсем не нужно. Обозначить свои личные границы необходимо для успешного построения любых отношений, не только с людьми, которые для вас имеют какое-то значение. Вот не только, да, но это, опять же, определенная работа. То есть это определенная работа по выстраиванию личных границ с другими людьми. Вот. А что сложно, если вы себя обманываете? Ну, как бы, занимаетесь самообманом, по сути дела, сейчас. Далее. Вы пишите, я не готова отказаться от этих людей. В каком смысле вы не готовы отказаться от этих людей? Вы не готовы потерять то, что они вам дают? Вы чувствуете свой долг, перед ними свою обязанность? Почему вы не готовы отказаться от этих людей? Это говорит о том, что, возможно, у вас есть некоторые проблемы с самодостаточностью, потому что, в принципе, можно и нужно быть готовым отказаться от любого человека, если придется. Я чувствую, что прощение – важный этап. Я чувствую, что состон обнуляет и перезагружает. Ведь даже в христианстве существует прощенное воскресенье, когда все про слова происходит очень поверхность. поверхность меняет осознание, а скорее просто так себе просто сказали, а ты просто ответил. Я с вами здесь согласен, кроме только радости того, что, на мой взгляд, прощение означает, Елена, тот факт, что человек превозвышает себя, то есть ставит себя выше. Вы не можете простить никого, потому что вы не бог в этом смысле. И вы не праве оценивать действия других людей, плохое это было действие или хорошее, справедливое это действие было или несправедливое. Вы можете оценивать действия с точки зрения, с точки зрения только вреда и пользы своей для вас. И пользу вам нужно принимать и быть благодарны за это, а вред нужно ликвидировать. Вот и все. А прощать кого-то, это значит ставить себя выше, чем другие люди. И теперь я повторю, только Бог может простить. Дальше, просто взять ответственность за все на себя, снять ответственность на других людей, я не считаю это правильно. Правильная мутопия какая-то. Вы правы здесь, опять же, лишать счастья. Право в том, что за всю ответственность на себя брать, конечно же, не вариант, потому что за всю ответственность вы не несете. Весь в целом ваша мысль как бы развивается вверх. Но, очень важный момент, это такой, за что конкретно вы берете ответственность на себя и за что конкретно вы снимаете ответственность на себя. Например, вы не можете брать ответственность за поведение других людей. Не можете, потому что это невозможно. Потому что невозможно брать ответственность за других людей, в принципе. Это, в принципе, невозможно сделать. Вот. Это верно. Это верно и это вполне хорошо. Но вы можете дать ответственность за то, как вы относитесь к тому или иному проявлению. Вы можете дать ответственность за то, что вы позволили людям так с собой обращаться вследствие уже ваших определенных причин субъективной стороны. Поэтому вот с границами ответственности здесь нужно поработать. Это очень такая деликатная история. Дальше, поговорить. Человек подошел, извинился, допустим, сделал ответственность, я говорю, хорошо, я понимаю. А не надо говорить, что вы хорошо, я понимаю. Но мне кажется, что вам больно. Понимаете, больно. Нужно спросить то, что вас интересует, то, что вам хочется спросить. Нужно высказать человеку все, что вы хотите высказать. Это нормально, а что понимаю, это лицемерие. Дальше. Ну нифига подобно, внутри меня отпускают статус, потому что мне больно. Да, прям больно. А чего вам больно? А чего вам больно? Из-за того, что вы взяли и переложили ответственность теперь уже за себя на другого человека. Из-за того, что у вас есть определенные ожидания, которые обязательно связаны с тем, как должно быть. Это не оправдалось, из-за этого у вас больно. Это детское переживание. Пройдет время, я все равно вспомню о том. Вспомните, если вы не завершите для себя это, не интегрируйте то, что произошло, не интегрируйте опыт в свое сознание. Я не вижу смысла на человека какого-то искупления вины натягивать. Это может длиться вечно и вновь. И вновь, Елена, здесь вы правы. Это все так и есть. Но все определяет степень. Искупления вины нет, потому что вы не вправе человека обвинять. Вы не вправе требовать от него, что он должен был как-то поступать по-другому. Но выразить свои чувства, выразить свои эмоции, выразить то, что вас беспокоит, выразить то, что вас волнует, вы можете вполне. Вы можете, и я вам даже больше скажу, что вы должны это сделать. Потому что именно из-за того, что вы не выражаете свои чувства, именно из-за того, что вы боитесь показаться слабой, именно из-за того, что вы всегда думаете о других, прежде чем думаете, а думаете о себе, такая ситуация возникала. И там, где вы о себе не думаете, и появляется обида. Обида появляется там, где человек вовремя о себе не заботится. Вот. И возникает необходимость в компенсации. Возникает необходимость в компенсаторном механизме. Вот и всё. Я так полагаю, что вы у кого-то из родителей, из родительской семьи переняли данную модель. Держать всё в себе. Может быть, у вас был строгий папа и такая достаточно мягкая мама. Вот. Может быть, наоборот. Ну, тут как бы уже есть варианты. Да? Дальше. Тем более, есть такой, что людей каких-то в моей жизни нет уже живы, просто не общаемся, но я помню свои обиды на них. Отличу вам это. Зачем? Это позволяет вам чувствовать себя в более выгодном положении. Это позволяет вам, как бы, разрешить себе что-то, чего бы вы никогда не позволили, если бы этих обид не было. А самое главное, само понятие обиды уже говорит о том, что вы даёте человеку оценку, а значит ставите себя выше, чем он. Является очень деструктивным аспектом. Действуют ли какие-то способы самостоятельно отпустить эту горечь? Да, работать с ожиданиями и представлениями, приближать их к реальности, отказ от веры в того, что несправедливо. Это, вот, это, ну, нереалистичная теория, вот, и, собственно, более искренне взаимодействовать с собой, потому что вы себя обманываете, да, все, вот, по тексту вашему это видно. Самостоятельно, можно очень долго, лучше и проще это происходит со специалистом, с психологом. Может, существуют определенные этапы прощения? Нет, определенные этапы прощения не существовать. Если бы этапы существовали, да, как, например, при утрате без кредитов, то, как бы, я не думаю, что бы обращали. Нет, безусловно, безусловно, простить сразу какие-то вещи нельзя, тяжело, невозможно, вот. Вот, но в вашем, в вашем, именно в вашем случае, мне представляется момент такой, что вы застрадывали. Вот. Помимо основания обид, существует и выгода. Выгода. Выгода от обид. Ну, выгода от обид. Вот. Те цели обид. Вторичная выгода. Помимо этого, существует и треугольник Карпмана, который определяет позиции, психологические образы людей. Вот. Я рекомендую вам почитать про треугольник Карпмана, изучить его, найти в нем себя. Я не буду сейчас ничего говорить, дабы у вас не возникло никаких предрасытков, но, тем не менее. Это тот же шаг к прощению. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.